Вишня покраснела. Елена Сергеевна, вы где? Вот вы где, Елена Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делаете? Да вот смотрю на огурчики. Прекрасно, Елена Сергеевна, огурцы. Вы что-то обрежаете? Почему у вас в руках секатор? У меня в руках секатор, Анечка, вот видишь, проворонила плеть. Что теперь делать? А вот здесь вот уже небольшой огурчик. Конечно. Да, поэтому я что делаю? Я огурчик оставляю, я листик оставляю и плеть я обязательно прищипываю. Много огурчиков, но жалко, они же силу тянут. Елена Сергеевна, он будет так расти, еще наливаться? Конечно, будет. Обязательно будет наливаться. Вот, Вишень, многие задают вопрос, вот огурчик растет и не развивается. А почему не развивается? Потому что каждое растение, оно само знает, какое количество у него силы. Силы не хватает, сбрасывает. Вот посмотри, вот обрати внимание, Ань, вот большой огурчик, внизу большое количество огурчиков, а вот огурчик, он не будет развиваться. Ну, зачем? Он же все равно засохнет. Его надо обязательно, я убираю. Вот так еще мы его убираем. Да. Поэтому вот посмотри, вот большой, видишь, сколько огурцов. Во-первых, зачем такое большое количество огурцов, такие большие огурцы? Их надо снимать, потому что вот пока вот эти вот висят, следующие у нас наливаться не будут. Зачем, Лена Сергеевна, такое большое количество огурцов? Чтобы засолить на зиму и потом зимой достать картошечкой наши любимые огурчики. Вот, Лена Сергеевна, вот парадокс. Сколько мы делали программ, посвященных огурцам, и говорили вроде бы, и все подробно, а все равно у людей есть вопросы, все равно у садоводов есть вопросы, как вырастить огурцы. Потому что и болеют, и какие-то паутинные клещи, и какие-то тля какая-то беспокоят, и листья, и завязи опадают. Почему так? Понимаешь, Аня, если мы говорим о огурцах, самое проблемное растение. Вот так. Труднее всего вырастить огурцы. Ну, во-первых, иногда что? Вот посмотри, вот у меня в каждом узелочке имеется огурчик. Да. А у многих в каждом узелочке имеется пустоцвет. Что такое пустоцвет? Пустоцвет – это мужской цветок. Это ведь зависит не от агротехники, это зависит от семян. Это попали пчелоопыляемые огурцы. Партенокарпические? Партенокарпические. Вот у меня партенокарпические. Которые завязывают огурцы без опыления. А пчелоопыляемые, они обязательно должны иметь пчел. Они так и называются, пчелоопыляемые. Но здесь еще другой вопрос. Есть пчелоопыляемые преимущественно женского типа цветения. То есть у них в каждом узелочке имеется и мужские цветочки, имеются и женские. А имеется один пустоцвет. Это вообще старая, не очень хорошая сорта. Но уж если кому-то попало такое растение, где только пчелоопыляет, и мужские цветочки, что мы должны сделать? Мы должны прищипнуть макушку. Макушку прищипываем, идут боковые побеги. На боковых побегах будут расти огурчики. Елена Сергеевна, на самом деле я сейчас смотрю на растения. Листья довольно здоровые, все такие крепкие. Но тем не менее, не каждый садовод может таким, к сожалению, похвастать. Почему листья желтеют, опадают, завянут в конце концов? Почему это происходит? Аня, ну вот давай мы с тобой все вот эти вопросы разберем. Во-первых, самый большой бич для огурцов это паутинный клещ. Это правда. Но вот когда мы смотрим на то, что паутинный клещ, видишь, здесь здоровое растение. Чувствуется никакого, ни вредителей, никого нет. А здесь мы видим, что листик делается бледной и точечки. Когда мы переворачиваем вот с этой стороны, то мы даже можем увидеть, как вот этот вот клещ, как этот клещ, он там бегает. Они такие маленькие. Ну, кто плохо видит, может взять лупу. Обязательно надо обрабатывать. Но что мы должны знать, когда мы обрабатываем? Сложно избавиться от паутинного клеща, но мы ведь с тобой едим огурчики. Да. И если мы возьмем сильный ядохимикат, допустим, возьмем тот же кинмикс, а он разлагается 20 дней. Это мы что, с тобой 20 дней огурца есть не будем? Себе будем отказывать в огурцах? Конечно нет. Конечно нет. Поэтому что мы должны делать? Мы должны подобрать такой ядохимикат, который сегодня обработали, через день-два можно уже огурчики кушать. Это фитоверм. Это биологический препарат. Но, когда мы обрабатываем фитовермом, что мы должны знать? Фитоверм бывает разной концентрации. Даже рабочий раствор, который мы покупаем, бывает иногда слабый. Обязательно смотрите на инструкцию. Обязательно смотрите, как разбавить. Если разбавите слабо, паутинного клеща не убьете. Вот вы часть убьете, остальная часть останется, будет больше развиваться уже к фитоверму, будет устойчивый. Иммунитет. И уже что? От фитовермы не поможет. Елена Сергеевна, но с паутинным клещом народными никакими средствами? Нет, совершенно бесполезно пользоваться никакими народными свойствами. Потому что потеряете время, потеряете то, что огурец у вас заболеет, а потом листики опадут, и вообще растение все погибнет. Есть еще очень такой вредитель, это тля. Тля. Но вот с тлей я знаю, что многие борются мыльной водой. Хозяйственное мыло, Елена Сергеевна. Расскажите, чем боретесь вы, если оно существует? Да не поможет никакое хозяйственное мыло, тоже фитоверм. Но если на паутинный клещ концентрация более слабая, на тлю концентрация больше. Поэтому смотрите инструкцию, как разбавить вам для паутинного клеща, как разбавить для того, чтобы уничтожить нам тлю. Еще очень опасное заболевание, это корневые гнили. Вот. Корневые гнили бывают от чего? Ну, попала плохая земля. Может быть, кто-то заливает сильно. Все-таки от залива тоже, от полива может быть. Тоже от полива. Огурец очень любит, чтобы его поливали. Вы посмотрите, огурчик состоит 90% воды. Листики тоже содержат воду. Поливать надо. Вот начинает плодоносить, мы поливаем каждый день. Но поверхностный полив. Ну, допустим, леечку на 10-12 растений. Немного надо поливать. Потому что если будете поливать много, то, конечно, могут быть корневые гнили. Так а смысл их поливать много, если у них корневая система практически на поверхности? Это правда? Конечно, она поверхностная, поэтому и поливается ее немного. Потому что с корневыми гнилями, ну, практически уже бороться нельзя. Мы видим, что у нас корневая гниль, а рассеяние все повяло. Опустили листочки. Ну, что вы сделаете? Вы ничего уже не сделаете. Есть стеблевые гнили. Вот когда стеблевые гнили, это мы, Анечка, виноваты с тобой сами. Вот плохо взяли, вот видишь у меня ножницы, а можно же просто оборвать. Оборвал здесь травму у растения, попал гриб. И смотрят, сначала пузыречки пошли, а потом весь стебель погиб. Погиб стебель, значит что? Погибло все растение. Вот так. Но вот здесь есть, ну, это, конечно, надо делать аккуратно все. Но если вдруг началась стеблевая гниль, вы видите, вот где-то пузыречек только маленький появился. Возьмите, есть прекрасный препарат фундазол. Вот этим фундазолом немножечко присыпьте. Вот это место, гриб убьете, и у вас не будет дальше развиваться стеблевая гниль. Если вы это просмотрите, растение, конечно, уже у вас погибнет. Задают такой вопрос. Огурец горький. Что делать? Ну, здесь полива не хватает. Вот я вот, насколько я знаю. Нет? Нет, конечно. Нет, конечно. От полива это не зависит. Зависит от сорта. Если уже заведомо содержится в огурце горечь, то она так и будет. Вы поливаете, заполиваете. Поэтому мы стараемся, что? Чтобы у нас не попал такой огурчик, который горький. Очень страшная болезнь для огурца. Пожалуй, самая страшная – это мучнистая роса. Мучнистая роса. Мучнистая роса – это когда, вот, допустим, есть и грибное заболевание. Пероноспороз, то гриб находится на внутренней стороне листа. Сверху у нас получаются такие коричневые пятна. Это бурая пятнистость или пероноспороз. А вот если у нас сверху появляется налет, как будто насыпанный мукой. Она так и называется – мучнистая роса. Вот, допустим, пероноспороз, там бурая пятнистость, все. Есть препараты, которыми можно лечить. Системные препараты. Тот же, ридамилголд, можно. Приверкуром можно. Ну, в общем, как-то можно вылечить. Если появилась мучнистая роса, ничем обрабатывать не надо. Совершенно бесполезно. Есть единственный препарат, там, допустим, топаз. Но мало того, что он не очень помогает на огурцах, таких есть нельзя. Но для того, чтобы не было мучнистой росы, садите устойчивое растение. Вот, Игорь, мы проверяем. Да не дай бог, к нам попадется растение, которое поражается мучнистой росой. Да мы его сразу выбросим. Мы никогда не скажем, что можно его выращивать. Аня, вот еще какой вопрос бывает. Ну, вот жарко в теплице. Ну, может быть, даже какое-то насекомое может нарушить макушку у растения. И растение перестает расти. Расстраиваться не надо. Вот, посмотри, вот у нас здесь была нарушена макушка. Что мы сделали? Мы пустили дополнительную плеть. И вот эта дополнительная плеть у нас идет уже как основное. Видишь? И на ней большое количество огурчиков. А как пустить ее, Лена Сергеевна? А просто ведь с каждого узла идет плеть. С каждого. Вот мы идем. Вот начинается, правильно? Нет, вот. Сейчас мы покажем. Вот это вот огурчик идет. Даже сова, это вот называется узелочек. С каждого узелочка вот идет два огурчика. И идет вот эта вот плеть. Вот она плеть. Вот если нарушилась макушка, ее можно пустить. А так мы должны ее выщипнуть. Подождите, Лена Сергеевна. Ну вот вы убрали, а мы могли бы вдруг, например, такая ситуация, что вот эту вот плеть, не дай бог, обрезали случайно, убрали. Мы можем вот эту плеть уже начать искать. Можем. Если вот любую плеть, вот допустим, можно что сделать? Вот посмотри, идет плеть. Так. Вот видишь? Идет плеть, на ней уже видно огурчик. Это будет длинная плеть. Если плети пускать, растение ослабевает. Оно не может выкормить такое количество большое огурцов. И почему желтенькие делаются? Огурцы не развиваются. Растение их сбрасывает. Оно само регулирует. Когда мы говорим, что не может выкормить такое количество огурцов, регулирует. И часть огурцов не развивается. Но можно пускать дополнительные плети. Вот посмотри. Вот имеется листик. Вот имеется огурчик. Вот он. Видишь? Вижу. Я оставляю листик, огурчик и прищипываю макушку. Вот она, видишь? Вижу. Я ее прищипнула. Вот она у меня в руках. Что это значит? Это значит, что вот этот вот дальше плеть растений будет, а огурчик будет развиваться. Елена Сергеевна, ну сколько мы тоже и капусте посвящали программ. Помните, вот казалось, буквально не так давно мы показывали брокколи, замороженную причем. А уже посмотрите, разгар летний и уже капуста наливается. У вас целое поле, плантация, можно сказать, капусты. И я хочу сказать, что она в таком хорошем состоянии. Ну, Ань, действительно, если скажут, зачем нам такое большое количество капусты, опять сорта испытания. Вот так. До 10 сортов капусты у нас в этом году находится на испытании. Потому что люди говорят, не завязывается капуста. Вилочки маленькие. Все зависит от сорта. Конечно, агротехника имеет значение. Под капусту надо большое количество органики, чтобы вот такие были мощные листья. Мощные листья, это значит мощный вилок. Но, я думаю, тебе интересно, надо ли обрезать. А мне интересно, я и хотела спросить, у вас листья-то лежат на земле, а их обычно обрезают? Ни в коем случае. Не надо. Лист кормит. Как только вы обрежете листья, значит что? Все. Потеряете урожай. Вот в чем дело. Ну, многие говорят, вот у меня капуста еще не завязывается. Конечно, она еще не должна завязываться. Она сейчас пока набирает силу, завязывается капуста. И уже в пищу мы употребляем какую? Раннюю. Вот ранняя капуста, она уже завязалась. Это какие сортальные, Сергей? Ну, вот допустим, орбита. Ой, у нас не орбита, ортус. Ортус – это вот самый ранний, самый вкусный сорт капусты. Поэтому ее надо. Вот у многих, допустим, милана. Милана капуста прекрасная. Она для засолки. В этот раз задали вопрос, милана трескается. Посадили очень рано. Не надо садить рано капусту. Мы сажаем примерно в конце, на рассаду в конце апреля. Потому что она должна у нас дать урожай уже в начале октября. Мы ее снимаем, на хранение. Для того, чтобы ее кушать все лето, у нас имеются там специальные сорта. Поэтому сейчас переживать не надо. Даже не надо переживать, что, допустим, еще не завязывается брокколи, еще не завязывается цветная. Если хорошие семена, обязательно завяжутся. Если приобрели семена цветной капусты и брокколи, как бы вы ни хотели, вас спрашивают, как помочь. Помочь капусте нельзя. Никак. Вот надо или не надо поливать капусту, обязательно. Она очень любит воду. Очень любит воду. Потому что она тоже состоит, как и огурец из воды. Если капусту не поливать, она будет горькая. Поэтому главное, чтобы хорошо промочить землю. Ни в коем случае не должен быть поверхностный полив. А нужно ли ее окучивать? Можно, нужно. Не только можно, а и нужно. В основном окучивают капусту, которая на хранение. Она имеет большую ножку и дает дополнительные корни. И тогда будет лучший вилок. Но есть капуста, которая вообще лежит на земле. Ее, конечно, не окучишь. Вот такая капуста, которую все любят, это мегатон. Мегатон откучить невозможно, потому что листья лежат на земле и даже могут подгнивать. Елена Сергеевна, ну и, конечно же, самое, наверное, вот с чем ассоциируется летом капуста, это с бабочками. С этими белыми бабочками капустными и гусеницами, конечно. Вот как с этим бороться? Ну, обязательно, обязательно обработать сэмпаем. Есть препараты специальные, которые против гусениц, наши, российские. Они разлагаются быстро. Ведь пока мы обработали, пройдет не один месяц, пока завяжется капуста. А если она будет поражена гусеницей, то мы уже что, ее спасти не можем? Она будет у нас подгнивать. Единственное, что нельзя обрабатывать, это цветную капусту и брокколи. Эти капусты особенно, когда завязываются, если, допустим, еще ничего не завязывается, можно и обработать. Как только начинают завязываться, обрабатывать нельзя. Ну, мне кажется, это важно, потому что действительно многие садоводы сталкиваются с такой проблемой и каждое лето пытаются спасти от этих коварных насекомых. Но я знаю, что, Елена Сергеевна, это правда, что нужно менять капусту, садить ее в разные места? Обязательно, у нас это не только капусту, это любой овощ требует сего оборота. Порошла капуста, капуста может поразиться капустной мухой. Вот мы сейчас о капустной мухе, я не говорю, потому что спасти нельзя, но капустная муха где остается? Она остается в почве. Если на будущий год на этом месте выращивать капусту, то обязательно будет поражение капустной мухой. Заболела, все остается в почве. Поэтому обязательно сего оборота. Ну что, Елена Сергеевна, сегодня у нас такая насыщенная получилась программа. Мы поговорили и про огурцы, нашу любимую, и про капусту, которую мы тоже невероятно уважаем и любим. Ну, я думаю, что только пожелаем хороших урожаев нашим телезрителям, и чтобы все рекомендации они во благо использовали для своих урожаев. Я желаю, конечно, всем, Аня, и большого урожая, и желаю, чтобы меньше переживали за этот урожай, потому что не надо переживать за каждый листочек, ну, ничего страшного даже. Если какое-то одно растение погибнет, ну, выбросите, только не переживайте, этого, этого не стоит. Это правда. Ну что же, уважаемые телезрители, это была программа «Академия на грядках». Смотрите нас и на сайте actistv.ru. Ну, а если у вас есть вопросы, пишите в телеграм-канал Елене Сергеевне Целюдиной, он так и называется. И, конечно же, звоните к нам в редакцию, с удовольствием мы ответим на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. Анечка, большое тебе спасибо за передачу. До свидания, уважаемые телезрители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok